Девчонки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своём канале. Сегодня я хочу снять для вас видео, такое для меня показавшееся очень интересным, которое я увидела на канале у блогера Таня7111. Недавно для себя открыла эту потрясающую женщину. Огромное спасибо Милли, кстати. До этого я как бы слышала, тоже девочки о ней рассказывали, но вот, не знаю, как-то забывала я зайти посмотреть её канал и так далее. А тут как-то вот сразу нажала на ссылку, и очень мне понравилась эта женщина, замечательнейшая, и видео у неё очень-очень интересные. И вот на её канале увидела я такое видео, которое называлось «Плохие привычки и странности бьюти-блогера». Меня очень заинтересовала эта тема, потому что до этого что-то, ничего такого у меня не встречалось. Вот, я посмотрела, и мне действительно было, во-первых, интересно и послушать, и сразу вспомнились какие-то свои вот какие-то плохие привычки и странности. И поэтому решила я тоже вот сделать такое видео. Надеюсь, вам будет интересно. Итак, начнем, наверное, с первой моей такой, я считаю, довольно плохой привычки. Я не снимаю макияж сразу после того, как вернулась, вот, так скажем, с улицы, да. То есть, если мне надо было куда-то вот сходить утром или днём, и я прихожу домой, знаю, что мне больше никуда не надо, я спокойно могу снять макияж, но я не могу этого сделать. Почему-то мне кажется, что обязательно кто-нибудь ко мне придёт, если я сейчас умоюсь и всё смою, или же мне ещё куда-то понадобится ехать или идти как-то срочно, и мне, я вот дотягиваю до вечера и уже снимаю макияж перед сном. Я знаю, что это не очень правильно, я знаю, что кожа должна отдыхать, да, но вот как-то мне чисто психологически не получается это сделать, и я считаю, что это плохая привычка. Привычка вторая. Я очень люблю тереть глаза. Естественно, не когда я накрашена, а когда, в общем-то, на мне нет макияжа, я люблю и почесать глаза, и как-то вот их потереть. Я знаю, что это очень-очень плохо. Естественно, у нас кожа век очень нежная, легко поддаётся, так скажем, растягиванию, то есть это способствует ранним морщинам и так далее. Но вот как-то вот у меня, это как релакс у меня, если честно. Иногда прям с таким удовольствием хочется глаз почесать, особенно когда вот целый день накрашены, и вы не можете этого сделать, то вечером, ну просто. И был у меня период, когда я носила контактные линзы, и то есть я эту привычку тогда искоренила вообще. То есть вы сами понимаете, с линзами вы глаз не то, что не потрёте, вы его иногда даже толком и почесать-то не можете. Вот, а когда я перестала их носить, вот эта привычка возобновилась. Поэтому я считаю, что это тоже очень-очень нехорошо. Ещё одна моя, я считаю, не очень хорошая привычка. Но это скорее уже как бы, не знаю, как черта характера, что ли. У меня очень подвижная мимика. То есть я иногда сама за собой замечаю, что я как-то вот лицом сильно жестикулирую, можно так сказать. И из-за этого у меня уже начинает появляться морщина на лбу, особенно вот здесь. Я, во-первых, очень сильно хмурюсь, скажем так, вот так вот делаю. Я понимаю, что... Я даже этого не замечаю, но... Мне часто говорит об этом моя мама, что Илона, не хмурься, не делай так. А я, в принципе, думаю, разве я хмурюсь? И потом понимаю, что да, я как-то так вот выражаю свои эмоции. То есть так вот, как-то так. Тоже я не говорю, что мы не должны как бы, да, выражать свои эмоции лицом. Но всё-таки пусть лучше морщинки будут от улыбок, чем вот от такого нахмуривания. Ещё одна моя плохая привычка. Я мало занимаюсь спортом. Я не могу сказать, что мне спорт не нравится, но я очень ленивый человек в этом плане. Мне надо себя заставлять, мне надо себя подпинывать. Обычно этим занимается мой муж, он меня дёргает часто по этому поводу, что он человек очень спортивный. И вообще, когда мы с ним познакомились, я только тогда, наверное, начала как-то проявлять спортный интерес. Потому что до этого как-то, ну, я вообще с детства была очень неспортивным ребёнком. Сейчас вот как-то, да, мы стараемся зимой ездить на лыжах, там, на коньках кататься. В общем-то, летом другие какие-то виды спорта выбирать. Может, там, на роликах и так далее. Из всех, так скажем, таких спортивных навыков больше всего у меня удаётся ходьба. Я, в принципе, могу ходить довольно долго пешком. Вот. И часто это практикую. На садик находится, ну, наверное, я не знаю, сколько, ну, километра два, наверное. Мне так кажется, что где-то от нас. То есть у нас такая вот пригородная зона здесь, и я вот хожу пешком в основном в садик туда и обратно за ребёнком. Вот. Но чтобы заниматься спортом так вот целенаправленно, то есть какие-то комплексы, упражнения и так далее, время от времени я это делаю. Но вы сами понимаете, что в спорте очень важна системность, регулярность, и только тогда это приносит плоды. Был момент, когда я именно делала это регулярно, и я видела результат. Но вот сейчас как-то то вот мне некогда, то мне лень и так далее. Очень хочу ходить в спортзал. В этом плане я человек организованный. Если у меня будет абонемент, я буду ходить, я буду заниматься, и мне нужен контроль в этом плане. Но сам по себе человек довольно ленивый, и спортом, к сожалению, занимаюсь мало, но я исправлюсь обязательно. Дальше. Ещё одна, я считаю, моя вредная привычка, или может даже это странность, кто как назовёт, но иногда я перебарщиваю с макияжем. В том плане, что когда я сажусь за свой столик, когда мне никто не мешает, я начинаю краситься и увлекаюсь, скажем так. То есть мне хочется что-то там поэкспериментировать, что-то попробовать новое и так далее. И я забываю, что сейчас утро, что мне сейчас ехать там, я не знаю, по какими-то делам и так далее. И просто-напросто такой макияж ранним утром или даже днём мне всегда уместен. То есть у меня в основном всегда получается макияж такой вечерний. И я, в общем-то, в последний момент это понимаю, и тогда уже стараюсь как-то и неярко красить щёки, то есть сделать полностью нейтральные губы и как-то вот, ну, постараться немножко разбавить, да, мой внешний вид яркий. В общем-то, да. У меня такой вот дневной неяркий макияж в основном получается только когда я тороплюсь, и мне реально некогда вот как-то экспериментировать, и я быстро-быстро накрасила глаза, и тогда вот получается что-то более нейтральное. Вот. Я считаю, что это всё-таки такая, наверное, странность именно бьюти-блогерская, потому что всё время хочется каких-то экспериментов. Дальше. Ещё одна моя, скажем так, это уже тоже странность, и, наверное, ей страдают многие девушки, особенно те, кто смотрит YouTube. Я косметический шопоголик. То есть в одежде, вот честно вам скажу, девочки, я не увлекаюсь. То есть я покупаю сюда только то, что мне нужно, я никогда не нахватаю чего-то лишнего, я спокойно, в принципе, могу пройти мимо каких-то вещей и так далее. Ну, единственное, если только скидки, да, какой-то ажиотаж у меня может начаться. Но стоит мне зайти в косметический магазин, любой, даже самый маленький, даже, может быть, с какой-то не особо, даже, может быть, хорошей косметикой, во мне просыпается какой-то, как сказать, кладоискатель, который вот что-то хочется найти интересное, что-то хочется найти новое. Если это какой-то магазин покрупнее, то я всегда ищу какие-то продукты, которые не так давно видела, там, видео у девочек и хотела посмотреть. Все это сразу же начинается нюхаться, мазаться, разглядываться со всех сторон. Очень хочется сразу много себе всего набрать. Даже если, там, я не знаю, это будет 150-й блеск или, я не знаю, там, какие-то энного количества тени и так далее, всегда, вот всегда мне хочется всего набрать, попробовать. Вот просто, я не знаю, вот я как ребенок в кондитерской лавке, то есть меня оттуда вот за уши не оттащишь, но это бывает у меня очень редко, так как в основном по магазинам я одна редко хожу, это обычно с семьей, либо с мужем. Сами понимаете, там долго не походишь. Мой муж еще сразу же начинает меня подкалывать, причем так, что это слышит весь магазин, и уже, знаете, желание особо пропадает что-то смотреть. Вот, и сейчас просто вот, чтобы не поддаваться этому искушению, я, в принципе, редко хожу в косметические магазины, но я чувствую скоро я, я, во-первых, уже энное количество времени сижу на косметической диете и ничего не покупаю практически. Я чувствую скоро я оторвусь, и будет много-много покупок. Вот, дальше. И последнее, да, наверное, это будет плохая именно привычка. Я, скажем так, ленюсь наносить правильно крем на кожу. Я знаю, что сейчас в основном, как сказать, считается правильным наносить крем сначала, скажем так, на руки и вот такими похлопывающими, промакивающими движениями по всему лицу. Так я, в принципе, делаю и стараюсь так делать, но иногда, когда я или очень устала, или у меня голова занята, знаете, какими-то другими мыслями, я забываю и начинаю мазюкать вот это вот по старинке, скажем так. И только когда я вот уже намазала, я вспоминаю, боже, его же не стоило наносить так. Надо было как-то все-таки аккуратнее. В общем, наверное, это моя плохая привычка. Я не очень бережно отношусь, к сожалению, к своей коже. То есть я за ней ухаживаю, но я делаю это, скажем так, не совсем нежно и не совсем бережно. Вот. Но я надеюсь все-таки, что я искореню эту привычку, потому что все-таки о коже надо заботиться. Вот. Наверное, это было и все, что я хотела вам рассказать о своих привычках и странностях. Напишите мне, если вам было интересно, может быть, у вас тоже какие-то есть свои странности. Если вы тоже снимаете видео, можете поддержать. Так скажем, это практически тег. Укажите, что первоначально, так сказать, автором была Таня. Ну, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всех было очень рада вас видеть сегодня. И пока-пока!